Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 22 мая мы празднуем День памяти святителя Николая. Это событие, которое мы празднуем, произошло через много лет после его кончины. Святитель Николай скончался в 335 году, то есть в 1-3-4 века. А событие, которое мы сегодня празднуем, это уже 11 век, 1087 год. В этот день в порт города Бари, это на юге Италии, где-то от Пенинского полуострова, в этот день прибыл корабль, который шел из Антиохии, с грузом пшеницы, тканей всяких дорогих и так далее. Но кроме этого, этот корабль по пути зашел, собственно, это не было случайности, это были планы моряков, а зашел в город Миры, который сейчас существует, но с таким турецким названием уже зашел, потому что моряки, вдохновляемые одним священником из города Бари, тогда еще такого раскола не было между западной и восточной церковью, хотя уже, так сказать, состоялся, но так отношения еще были более-менее, имели место, и для того, чтобы забрать мощи святителя Николая. Дело в том, что сейчас вся Турция тогда была захвачена турками-сельджуками из Средней Азии, и многие святыни были христианские разрушены, уничтожены, и вот, хотя даже мусульмане боялись трогать мощи святителя Николая, но опасность все равно существовала. Это прекрасно понимали и те монахи, которые там жили, и то немногочисленное христианское население, которое там в этом городе было. И так или иначе, отчасти обманом, отчасти, так сказать, насилием, отчасти, так сказать, уговорами, то есть такой был комплекс всех таких мотивов, эта команда моряков эти мощи захватила. Причем было ясно, что не целиком взяли весь саркофаг, который был очень тяжелый, каменный, все, частицу мощей, эти мощи они положили в собой, там всякие одежды взяли, и вот их в одеждах, так сказать, аккуратно, тщательно перенесли на корабль, и на этом корабле уже отправились к себе в город Бари. По дороге были там всякие морское волнение и прочее, они уже стали сомневаться, что может святитель Николай противиться тому, что перенесли, но потом, в конце концов, все улеглось. И вот именно в этот день они были доставлены в город Бари. И местный епископ этому был очень рад, богослужения там совершали, но и празднование этого дня совершилось первое, и Папа Римский прибыл в город Бари, совершилось три года спустя, уже в девяностом году. Интересно, что в девяносто втором году, то есть спустя пять лет после события, это перенесение стали праздновать и даже, так же и в Россию, хотя греческая церковь его не праздновала, ни тогда не празднует до сих пор. У них как бы эти мощи вроде похитили, какая-то многовековая обида осталась. Но любопытно еще и то обстоятельство, что спустя восемь лет после этого перенесения мощей, венецианские купцы, которые очень завидовали купцам города Бари, потому что в то время наличие мощей сообщало, скажем, гордость городу, много паломников приезжало, соответственно, так сказать, и доходы росли, и церквей, и купцов и так далее. Вот, и с этим городом конкурировал город Венеция, который сейчас, как известно, существует. И вот венецианские купцы тоже, оставшиеся там мощи, тоже доставили Венецию. И долгое время было даже неясно, ну, собственно, где же находится настоящая мощь Левбарии, Левбарии, Венеции. И интересно, что настоящее исследование уже спецсовременно с специалистами было совершено в 1953 году, то есть при жизни многих из нас. И было уже окончательно анатомически, впрочем, установлено, что и в Венеции, и в Барии имеются вот частицы мощей. На некоторых хорточках даже было написано, что это мощь освятитель Николая по-гречески и так далее. Но так или иначе, вот эти мощи были принесены, почитались, и одно время в Венеции даже они почитались наравне с мощами апостола Марка. Как известно, в Венеции есть такой храм апостола Марка, почитая гордость Венеции, почитание. Но так или иначе, вот всё это так вот сложилось. И как внутренне к этому нам относиться? Ведь мы понимаем, что с древних времён тела умерших как-то торжественно хоронили, почитали, каким-то страхом относились к могилам, к местам захоронения. То же самое и в наше время, ведь даже при советской власти как-то к могилам относились очень внимательно, настороженно, к телам всякие люди чувствовали, что тело человека – это ничто такое, ненужное, лишнее. Относились как-то с почитанием, потому что действительно понимаем, что это тело, которым человек пользовался своей жизнью, совершал не только плохие, но и добрые, хорошие дела. И вот такое отношение было вполне понятно. И как и апостол Павел говорил, что тела – ваша суть храм Святого Духа, живущего в вас. Тем более останки мощей людей, прожившие такую замечательную жизнь, как святитель Николай. Хотя надо сказать, что при жизни он был не очень известен. Он был известен как участник Первого Вселенского Собора. По преданиям он обличал и Ария в его ересе, то, что Иисус не был Сыном Божиим, был, так сказать, творением, высшим творением, но все-таки творением. А тогда был утвержден вот именно догмат о единосущии, что он был не сотворен, а рожден. Что утверждение, что Троица – единство Отца и Сына, то, о чём, собственно, и пишут Евангелие, особенно Евангелие от Иоанна. И вот это почитание святителя Николая, и многие действительно явные, зримые чудеса, которые совершались людьми, они вполне оправдали вот это почитание и мощей святителя Николая, и мощей других прославленных святых. Так что нам тоже, конечно, важно относиться к этому с уважением, во-первых, как замечательному примеру такой богоугодной жизни, как этой замечательной силе, которая действительно, как бы, сохраняет почитание мощей и даётся людям, которые почитают. В Западной Европе установилась, так сказать, такая европейская традиция, что под Новый год детям Санта-Клаус, так называют, святителя Николая, приносят многочисленные подарки. У нас это не связано, но у нас переродилось там в Деда Мороза и так далее. Но это уже не так важно. Всяк на случай, почитание святителя Николая на Руси, оно действительно очень велико. И мы пока всегда считаем, что после Иисуса Христа, Божьей Матери, святитель Николай как бы третий из них. И должен сказать, что вот в деревне, где люди так не очень были просвещенные и всё, но они так и говорили, вот показаны иконы, там кон Спасителя, Божья Матери, святитель Николая, вот, говорит, Моя Святая Троица. Ну, такое, конечно, немножко наивное почитание, но всё равно как-то можно отнестись с пониманием и уважением. И почему это так? В чём причина такого почитания и такой действительно духоносной силы вот на таких святых, как святитель Николай? И вот Евангелие, которое мы сейчас читали, оно как бы даёт ответ на это. Господь говорит, что тот, кто входит дверьми во двор овчий, то есть любой какой-то лидер человеческих сообществ, будь то целое государство или какая-то община, вот если он входит дверьми, и Господь обозначает, какими дверями? Он говорит, а я есть дверь, но и кто войдёт, тот действительно становится пастырем-овцам, тот действительно становится помощником, наставником. Вот, и это очень важно понимать, как важно именно в жизнь входить с этими дверями, которые являются Господь Иисусом. Иисус, что Он говорит, я дверь овцам, Он говорит, я путь, истина и жизнь. И это касается не только руководителя государства, церкви, епископов и так далее. Каждого из нас, у каждого из нас, в большинстве случаев, семьи, там, дети, там, родители и так далее. И вот в отношениях с ними очень важно именно поддерживать себе вот этот христианский дух, поступать подражая Христу. Именно и в этом и будет состоять, что мы входим в какие-то отношения не просто так, как решили, а именно через Иисуса Христа. Руководствуясь Его заповедями, молитвой к Нему, Его благодатью, Его силой, которую Он даёт всегда, когда мы к Нему всем сердцем обращаемся. Таких примеров на каждый из нас может привести из своей жизни достаточно много. Так что будем и мы благодарить Господа за то, что Он нам даёт свою благодать не только в чтении Евангелия, молитвах, которые мы возносим в церкви, но и через людей, через людей и прославленных, и непрославленных, как вот подобных тому святителю Николаю, память которого мы сегодня празднуем. Аминь. Спасибо. Спасибо.